привет друзья меня зовут эрик шоков и сегодня мы находимся в польше варшава и спорс перформа с центра в варшаву тим кингвин мы все знаем команду кингвин она очень давно выступает нашел тиви на тир-1 сцене и мы все примерно знали что у них есть что-то варшаве почему что-то понимали потому что это не публичное место это для профессиональных команд и игроков прийти сюда с улицы поиграть невозможно нужно бронировать приходить сюда составом жить играть и спать и кушать все подряд в одном месте вы можете заметить то что здесь огромное здание все в цветах этой команды и это не просто так это все здание принадлежит тим кингвин размах большой этому помещению уже больше пяти лет и давайте посмотрим что там внутри и почему люди почему команды выбирают такие места пойдем смотреть а перед тем как мы зайдем пожалуйста не забудьте поставить лайк такие ролики нуждаются в этом не пожалейте сейчас время и сделайте это мне будет очень приятно но мы приступаем заходим прямо сейчас в центр киберспорта рай для киберспортсмена тут сразу на заметный джерси это в память какие команды здесь останавливались это получается у нас Кингвин. Это у нас ОГЭ. Это ДОТА 2? Да, это из ДОТА. Это состав ДОТА. О, королевы. Туалет для королев. Это скейт? О, Болгарий ТИМ. Да, да, точно. Маус. Тут оставались Маусы. Это в росписи Бумаса. Так, и у нас остается еще одна команда. Хонорис. Вау! Это как-то забронировано на Na'Vi? Да, у нас есть как-то девчонки на Na'Vi. Ааа, за неделю? Да, за неделю. Они просто живут три дня назад. Серьезно? Да. Но, как вы видите, здесь у нас есть джерзи из настоящего Na'Vi. Посмотрите, у нас есть симпо. Симпо! Я люблю это, ребята. ФНАТИК. И на вашем боке MIBR. Хм... Сейчас мы находимся именно в той комнате, где три дня назад тренировалась команда Na'Vi. Но не основной состав, а женский. Джевелинс. Так, здесь у нас некоторая часть кубков, которые есть у Тим Кинген. А здесь у нас два отдельных компьютера для тренера и менеджера. И пять для игроков. Монитор 240 Гц. Везде одна и та же клавиатура. И везде те же кресла. Это просто прекрасно. Давайте посмотрим, что предлагает Тим Кинген для людей, которые приехали из другой страны, хотят потренироваться, пожить. Здесь у нас наушники очень непонятные. Это Fnatic. И я не понимаю совсем, что это за бренд. What is brand? Fnatic? Yeah, it is. They go like their own brand. Yeah. Здесь у нас мышка. What is brand? Oh, it's like Polish brand. Polish brand? Yeah. Это какие-то польские девайсы. Тут еще у нас Krux. А, Krux. Yeah. Krux или Krux. Это коврик. И клавиатура такая же Krux. Тоже польская. С очень приятным нажатием. Ну и кресло у нас Noble Chair. У вас модель сейчас на экране. Там в целом удобно. Ну, если такое было бы условно в Грузии, я бы ох**ил. Конечно, это серьезный уровень. И что самое интересное, этому месту уже там несколько лет. Пять или шесть. Они опередили время, можно сказать. Если говорить про компьютеры, здесь у нас... 3600. О, не 600. 700. Yeah, TI. How many computers here in this building? Around 50. 50? Mm-hmm. Each around 4000 евро. А, те, которые здесь у нас играют, они могут пить всякие напиточки. Does it include in package? Yeah. They should have like the Oshii, the Coca-Cola, some juices. Yeah. It's free? It's not free. It's included in the price. Okay, okay. It's not the same. А здесь у нас какие-то тактики. Вот, кстати, Na'Vi женский состав поставил свои. Идем на B, идем на A, идем на B. Ну, в целом перспективно. Так, у нас следующая комната. Здесь у нас chill. It's chill out or rule? А, tactics. Tactics. Exactly. So you can just... Oh, I think it's Mirage. Так, получается, первый идет в яму. Второй идет через Palace. И один у нас пойдет с МИДа. Так, КТшники у нас будут здесь, на этом тайминге, за Firebox. Террорист выходит и убивает его. Слушайте, ну классная история. Реально классная история. Супер. О, здесь у нас есть PlayStation 4. Можно поиграть. Yes, it is. В этом здании сейчас, оказывается, есть игрок Bait. Украинской команды Wrinkle. И сейчас наша цель его застать. He should be there. He should be there. Он должен быть здесь. Тут готово прям все для того, чтобы стримить. Я слышу какой-то голос с миспикой. Надеюсь, у него микрофон выключен. А нет, не выключен. Нет, не выключен, кстати. Okay. One more playing room. Smaller one. Здесь у нас постарее компьютеры. Такие же мониторы. Такие же кресла. Но в целом ситуация примерно такая же. Can you say in percentage what games are playing here? Okay, so like 65% is like CSGO. Then maybe another 10% is equal. Dota 2, League of Legends and Valorant. Мы знаем, где игроки у нас играют. Как они спят, пока не знаем. Но куда они ходят в туалет, сейчас мы увидим. Их называют здесь королями. Так, у нас тут два умывальника и вход в сам туалет. Все очень аккуратненько, стильно, красиво. Мы телепортировались в другую комнату. Здесь у нас Starbucks. Здесь у нас много попить. Много посидеть, покушать. И попить хорошенько в кофе. Как это работает? У нас есть старбакс. Мы хотим купить кофе. Ага. Что бы ты любишь пить? Серьезно? Потому что у меня есть магическую карту. И я могу просто купить ее. Сейчас он забудет свой кофе. Ага. 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 Так, нажимаем. Двенадцать злот. Какие люди работают здесь? Ага. Ага. Для эспортного центра – не для Кингвинского, это 5 человек. Один из тех пор. 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 И я, мой копий. А она, она, операционная менеджерка. У нас есть новая цена. сколько за 2 недели? около 100 рублей за 1 день, за 1 команду серьезно? нет, не знаю, не знаю, не знаю это будет около 100 рублей за 1 человек компьютеры, пищи, беды? да, и сервис 24-7 и что на интернете? у нас есть 3 отдельные линии у каждого есть 1 гигабит симметричный и мы платим за 1 линию 2.5 тысяч евро потому что это также дедос-протекция дедос-протекция? да, потому что в прошлом у нас были проблемы потому что у нас был человек, который был стриминг из нашего комнаты и он просто сломал нашу IP и они просто дедосовали нас и единственная решка была купить дедос-протекцию от компании поэтому это очень много так, мы отходим немножечко от столовой тут второй этаж и наконец-то спальные места 12 комнат... 24 комнаты столовая и вот там у нас находится где-то спортзал заходим, блин, это так интересно так... аааа you have rooms for two guys yeah, that's the twin room and also we have the room for like one person давайте посмотрим, что входит сюда здесь есть своя персональная пластэшка можно играть так, ну тут кроватки такие упругие матрасы есть свои полотенца, towels да, we switch it like every single day вау, nice you asked me before do you can rent a room with a PC yeah, that's the room like that only one? yeah, only one we have 12 rooms with single 6 rooms with twin rooms окей, короче, выглядит как просто комната для киберспортсмена что еще ему нужно? так, и здесь нас ожидает, ну как вы понимаете, душ смотрите, какой большой масштаб огромнейший масштаб здесь можно принимать душ сразу вдвоем, втроем мы это любим классно сейчас мы заходим на кухню здесь готовят еду для наших проигроков ведь ошибка повара может влиять на HLTV Talk вот про геймерс лайк да, обычно у нас есть два варианта, чтобы использовать это как бокс-катеринг они имеют 2000-3000 калорий 5 миль в день и иногда они просто используют ресторан в следующий раз это как-то empty ооо, у нас есть макдоналд это третья опция окей давайте идем к джиму или веб да, к джиму идем тренироваться идем тренироваться посмотрите, давайте не будем выключать камеру какое же все масштабное да, у нас есть вендинг-машин 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 не бесплатно нет, не бесплатно окей и что самое интересное это свой личный зал, который входит в пакет 100 долларов в день так, здесь у нас есть беговая дорожка эклипс, как я помню это вроде эклипс what about wrinkle? I've never seen this guy here never, never he's only staying in this one room that we showed before да мы нашли wrinkle весь ролик мы говорили о нем привет да мы узнали, что ты не идешь в зал ты тут сейчас спишь в одной комнате где только одна кровать да и то, что ты здесь вообще один сейчас по сути да и то, что ты сидишь в стримерской и не выходишь оттуда конечно не выходишь да давай посмотрим, что у тебя там как ты все обустроил что, готовимся я отсюда не выхожу типа Варшава пару раз в центре катался и все сейчас, кстати, в праге с фейзами будем играть с фейзами? да слушай, ну вы прям вылезли всех на РМРе расскажи про эти эмоции у вас были какие-то свои предикты вы сможете пройти, наверное, или нет? сейчас мы состав собрали ну двоих игроков поменяли типа за две недели до начала РМР квалификации и типа не сильно рассчитывали то, что там выйдем куда-то на РМР пройдем решили просто так сыграть потренировать то, что мы там наиграли и как-то получилось так, что мы вышли ну там последняя игра против Хитопа была вообще супер там жестко вывезли на моральке, на клатчах ладно, давай тогда спасибо тебе большое желайте удачи спасибо я надеюсь посещу Мальту и посмотрю в жизни, как это все выглядит спасибо давай, пока это у нас Chill Zone здесь игроки отдыхают если они устали здесь много развлечений к примеру диван ну а самое главное тут есть бильярдный стол на котором мы сейчас с Колей забронировали слот будем играть кстати, огромнейший телевизор прям мне кажется там 85 диагональ здесь у нас опять же компьютеры они просто повсюду и непонятно для чего они тут стоят но они просто есть есть у нас терраса и сюда хотят поставить джакузи ну бывают такие истории хотят поставить джакузи на террасу все забрендировано под Кингвен это красиво вообще брендирование всего подряд даже вот этой деревяшки это конечно красивая история кстати, если говорить про киберклубы то в Варшаве находится всего лишь два да, именно два это еспот у вас картинки на экране и второй фпс центр он больше похож на киберклуб что самое интересное там каждый монитор 360 герц просто дикие челики на этом тут заканчивается выбор сейчас мы попали в очень удачное время потому что наш ЛТВ проходит турнир King's Legends где играют всякие олдовые игроки из 1.6 из CS GO там Pasha Biceps Kings Forest и так далее к сожалению не застал просмотр этого турнира он еще будет делиться два дня но еще ни разу не смотрел трансляцию но зато увидел как это выглядит все изнутри это у нас Black Magic кстати у меня появился флешбек если кому-то интересно как устроен VPlay все все от начала до конца какое они используют оборудование сколько это все стоит и так далее посмотрите ролик прямо сейчас у вас в подсказке это был большой материал который неблагодарно получил маленькое количество просмотров поэтому можете это все исправить что я могу сказать увидев все это понятное дело это уровень я не ожидал что такое будет и думал что это какая-то будет странная идея там 3-4 компьютера но нет тут все на хорошем уровне все свежее приятные ценники я думаю для организации потратить такие деньги это не особая проблема за то что они получают чем больше таких будет мест тем лучше будет развиваться киберспорт а киберспорт это круто киберспорт это будущее ребятки спасибо большое всем за просмотр этого ролика пожалуйста не забудьте подписаться на этот канал если вы этого еще не сделали у нас такой выходит иногда классный эксклюзивный контент ну и понятное дело кс го тоже иногда снимаю вот мы сейчас фейсит играем скоро будет 3000 элло такая вот история спасибо большое всем с вами был Ирик Шоков мой телеграм и инстаграм есть в описании этого ролика там много чего интересного из реальной жизни пока дружи дружи а нужно ударить да у нас был так по сценарию вот так и будет ладно давай нормально давай нормально ладно сейчас все будет сейчас слушайте ну в целом тоже неплохо пока